Ваше Высокопресвященство и Пресвященство, глубокочтимая Матушка, дорогие отцы, братья и сестры, я благодарю вас, Матушка, за добрые слова, благодарю и за все то, что происходит сегодня в этой исторической обители, за ее благоукрашение, за ведение правильно, с точки зрения канонов и церковной дисциплины, и благочестия жизни обители. Ну и, конечно, благодарю всех паломников, прихожан, которые не оставляют это святое место, но здесь находят свое утешение. Вот тот юбилей, который мы сегодня празднуем, он относит нас к далеким временам, когда не так уж все просто было на земле русской. И вот тогда было принято решение о том, чтобы именно здесь был заложен монастырь. Перенесение святынь из Сваленского града, града-защитника, града-щита Отечества, оно состоялось, потому что эту эстафету духовной обороны, а может быть даже и не только духовной, потому что в то время монастырские стены были крепостными стенами, и подъяло на себя эта святая обитель. Для меня, как для человека, 25 лет которого были связаны со Смоленской землей, посещение этой святой обители – это особое, то, что называется событие, сопровождающееся особыми чувствами. Да, действительно, героический Смоленск – щит Родины, принимал на себя страшные удары со стороны западных агрессоров, тех, кто стремился войти в Россию, расчленить Россию, а самое главное – оторвать ее от православия. И невероятно мужественными были те, кто защищал стены Смоленска, Сознававшие, конечно, в полной мере, что они защищают не только свою крепость, они Родину свою защищают. Но и потом, когда во многом сия святая обитель восприняла и смысл, и значение Смоленска, Града, Щита, мы с этой обители связывали всегда и связываем особые молитвы о Родине нашей, о народе нашем, о церкви нашей, о хранении Отечества нашего в безопасности, от ограждения от всяких нашествий на племенников, от междоусобной брани и всего прочего, что в долгое время когда-то терзало землю русскую, мешало ее развитию. Ну а в конце концов, когда все это было преодолено, то страна стала великой страной, той, которую мы ее знаем и сегодня. Вот эта связь Смоленска с этой святой обители для меня, как для человека, который 25 лет жизни посвятил Смоленску, это очень и очень всегда сопровождается трогательными воспоминаниями. Совсем недавно я был в городе Смоленске, молился перед чудотворным образом, вспоминал и годы, очень непростые годы своего служения там, радовался о том, как сохраняется вера православная, как развиваются все стороны церковной жизни. Но вот сегодня имею возможность, вот на фоне тех чувств, которые пережил в Смоленске, вот прийти и в эту святую обитель и с такими же чувствами совершить в ней богослужение и молиться перед святынями, и вспоминать героическую историю этой обители. Ну и, конечно, еще раз возносить Господу молитвы благодарственные за спасение страны нашей в всякие самые тяжкие времена, за сохранение церкви нашей в единстве и, конечно, за сохранение нашего монашеского братства и сестричества. Вот и сегодня, конечно, Новодевичий монастырь, находящийся в центре России, в столице, в мегаполисе, должен нести с особым тщатием то служение, которое возлагается на монашествующих. Монастырь – это место спасения, место уединения. И, несмотря на то, что это в центре большого города, он таковым должен оставаться. Недаром вокруг монастырей, в том числе и городских, возводились стены, не только чтобы ограждать от нашествий наплеменников, но и чтобы эти стены сохранили внутренний, особый, духовный мир монашествующих. Живя за этими стенами, каждый монашествующий, взирая на эти стены, должен помнить, что сегодня это некие символы, ограждающие монашествующих, о том, чтобы происходило обмершление монашеской жизни, прекращение духовных подвинников, сокращение молитвы и вообще такое вот изменение умонастроения, которое не в полной мере соответствует всему тому, что было присуще на протяжении столетий нашим инокам-инокеням, подвижникам и подвижницам Духа. Поэтому моя первая просьба к всей святой обители, к вам, Матушка Игумене, к сестрам, чтобы вы помнили об этом непременном вашем долге совершать молитву. А второй долг – с любовью принимать паломников. Не с надмением, никогда не смотрите на паломников сверху вниз. Всегда постарайтесь войти в их трудности, в их скорби. Молитвы поддержите. Обители должны быть местом исцеления. Они должны быть действительно духовными лечебницами. Как может быть, это невозможно полностью реализовать в приходских храмах. Но здесь сочетание монашеских традиций с любовью сестер и должно возгревать в людях это чувство прикосновения действительно как бы к родному духовному дому, к лечебнице духовной. Роль монастырей в мегаполисах невероятно велика. Именно потому, что в мегаполисах, как нигде в других местах на земном шаре, больше всего развивается соблазнов, пороков. И чаще всего люди отдаляются от церкви и от веры. Потому что слишком много иных целеполаганий, которые не имеют отношения к самому главному, к определению человеком смысла его жизни. Вот эти иные целеполагания, как ложные маяки на пути, могут завести человека и в пропасть, в пучину. А если сравнивать с морскими путешествиями, то посадить просто на мель, такую мель, над которую человек ударится, может быть, пострадав на всю оставшуюся жизнь. Вот это миссия монастырей наших городских. В особом молитвенном подвиге, в особом хранении монашеской дисциплины, в особой любви и вниманию к паломникам. И должен быть подлинным украшением обители. Поэтому призываю еще раз всех вас, дорогие мои матушки и сестры, к вашему мирному, доброму и спасительному пребыванию в обители. Прошу помнить всегда и об обязательствах, которые на вас возложены самим Господом. Через ваши обеты, через сам факт присутствия вас в обители. Еще раз скажу, кому больше дано, с того больше и спросятся. Я благодарю вообще все московские обители за их труд, за хранение монашеского духа, монастырского духа, за большую помощь, которая оказывается в первую очередь молитвенная мне, как патриарху, возглавляющему град, Москву и Церковь Русскую. И надеюсь, что и дальше так и будет проходить жизнь в наших обителях. Еще раз поздравляю вас, Мартушка Игумене и всех сестер, со знаменательным событием. И всем вам, мои дорогие, желаю милости, здравия душевного и телесного. Еще раз подчеркну хранение веры православной, несмотря ни на какие искушения и соблазны. Аминь. С праздником поздравляю вас. А вот в память о пребывании хотел бы подарить это изображение Господа Вседержителя на троне всей святой обители. Это такая торжественная очень икона, как говорил мне тот, кто передавал патриарше икона. Вот эту торжественную патриаршую икону хочу передать всей обители, чтобы, молясь перед ней, вы в том числе и молились крепко-крепко-крепко за своего патриарха, а не формально, словами иктинье. Вот по вашему выражению лица, матушка, верю в то, что так оно и будет. Памятуйте о том, что патриарх нуждается в ваших молитвах. С праздником всех вас еще раз поздравляю.